Уже в пятый раз в Калинковичах проходит турнир по страйкбулу. Командная военно-тактическая грена честность с применением специально разработанной мягкой пневматики. Доволен составом участников. У нас сегодня принимают участие все городские средние школы. Это 8 команд. Также есть команда из военно-патриотического клуба «Единство», созданного при Калинковичском РОВД. И три команды из города Мозыря. Представители ячейки ДОСАВ, военно-патриотический клуб, созданный на базе Мозырского центра творчества и средняя школа номер 14. Сегодня этот турнир проводится уже у нас юбилейный, пятый раз. Однако база средней школы номер 2 выбрана впервые. Ранее этот турнир проходил на территории ДОСАВ. Жду от турнира только хорошего опыта. И вообще хотим посмотреть, насколько эта площадка подходит для подобного рода мероприятий. Ожидаем роста количества участников уже в следующем учебном году. Как и полагается, в соревновании началась торжественная церемония открытия. На ней присутствовали представители районной администрации и, конечно же, вооруженных сил Республики Беларусь, которые со временем пополнят и многие участники этого захватывающего, очень важного с точки зрения военно-патриотического воспитания турнира. С каждым годом у нас все больше и больше уделяется внимание на военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Потому как без именно военно-патриотического воспитания у нас не может быть будущего. Будущего нашей Республики Беларусь. Потому как на воспитании молодежи и основывается это фундамент нашего строительства, нашего строительства государства. Именно то, на ком будет держаться будущее нашей страны. А будущее нашей страны должно быть в надежных руках. Более подробно в этой игре от главного судей соревнований. Человек, который уже несколько лет развивает в нашем регионе страйкбол. Очень полезная игра, нужная игра. Мы ее внедряем для подготовки до призывной молодежи. Потому что страйкбол дает возможность попробовать, ощутить, как нужно работать в принципе с оружием. Какие-то минимальные тактические навыки можно получить. Да и в принципе парни, когда пробуют околовоенные какие-то приемы, тактику, ту же самую, когда отрабатывают. Они видят, что это полезно, нужно. И впоследствии многие мои ученики, в том числе, принимают решение уйти в армию на контракт. Ребята, кто хоть раз соприкоснулся с страйкболом, уже и не могут без него. Хотя у каждого своя история знакомства с этой военно-тактической игрой. Вообще узнал о такой игре, как страйкболы, давно, прям году, наверное, в 2018-м видео в Ютубе встретил. С другом гуляли по лесу, услышали взрывы, пришли, оказалось, там вот играет страйкболист. История такая довольно-таки интересная, необычная. Мы написали записку, оставили, можно ли с ними поиграть. И нам поступил ответ, что да, можно, надо прийти в ЦТДМ города Калинковичи. Но сейчас клуб уже располагается в Мозере, в центре творчества. Вот, на тот момент мы пришли в Калинковичи, в центре творчества, и там вот уже записались в клуб. Получается, с 2019 года я в клубе, пятый год подряд. Смысл игры – отдохнуть. Кому-то это как спорт, кому-то отдохнуть, какая-то боевая подготовка. Да, здесь оружие пневматическое, так сказать, мягкое, но все же шарик, угроза его удар заставляет участников быть собранными. На протяжении всего поединка, который длится несколько минут в каждой команде, по три участника и побеждает тот, кто либо выбивает соперников, либо имеет преимущество, а то и захватывает флаг, располагающийся в центре игрового поля. Да, состязания проводились отдельно для команд средней школы тройки призеров, первая, вторая и шестая школы. Отдельно для военно-патриотических клубов, где третий результат показала дружина, Мозорская секция ДСААФ. Второе место за средней школой номер 14 города Мозорь. Перенец тоже заслуженно. Завоевал военно-патриотический клуб «Витязь». Вообще, я с Егоя познакомился, может, в классе шестом-седьмом. У нас, получается, наш трудовик занимается этим. И я, так сказать, начал ездить с своими друзьями. А потом я уже, Максим Николаевич Музыченко пришел нам в класс, то есть, ну, в школу нашу порекомендовал. Кто хочет, давайте записывайтесь. Общается, я с своими друзьями записался. Ну и после чего стали тренироваться уже. Поэтому весело, короче, и увлекательно, если честно, можно сказать. Думаю, преподаватель трудового обучения Игорь Владимирович Телиш может гордиться своим учеником. Да и в целом этот турнир, за который также стоит поблагодарить общественное объединение «Белая Русь» и ДОСАФ Калиньковичского района, был прекрасной возможностью школьникам проверить свои силы и возможности, а также стал очередным уроком военно-патриотического воспитания молодежи подрастающего поколения нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова